привет из вас друзья месс за на канале про инвестиций сами роман и сегодня по многим комментарий которые пишут под моим видео мин именно про компанию поле металл сегодня мы с вами попробуем сделать краткий обзор на эту компанию покажу некоторые интересные цифры а также расскажу именно свое мнение относительно этой компании стоит и покупатель и не стоит его покупать на какие риски стоит области обращать внимание в данный момент именно это мы с вами сегодня попробуем разобрать и так что же себя представляет компания полиметалл это одна из крупнейших компаний по добыче драгоценных металлов в россии она имеет активы в россии в казахстане занимается добычей серебра золота меди и металлов платиновой группы из предприятия но самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений от проведения геолога разведочных работ до строительства и эксплуатации то есть компания вполне себе самодостаточной то есть она сама производит весь спектр услуг и так открывая график компании полиметал то есть на мосбирже который сейчас находится торгуется да то здесь мы сразу с вами видим что с начала года рост был более чем очень даже хороший то есть на пике в мае то есть отметка достиговать более чем 280 рублей за одну акцию но потом планомерно компания потихонечку начала снижаться то есть на цену акции давили некоторые факторы а последнюю неделю так и вообще было сильное падение об этом мы с вами поговорим сейчас чуть чуть позже почему именно такое резкое падение было и потом у нас резкий такой оскок что это именно говорит о том стоит ли вообще инвестировать в эту компанию покупать ее сегодня лишь на что обратить внимание в данный момент и так что же происходило с компанией в этом году то есть феврале 2023 года золото добытчик предоставил примерный план о ряда мицелляции компании в казахстан то есть что такое ряда мицелляция это грубо говоря то есть компания меняется юрисдикцию с одной стороны на другую страну в данный момент это был именно рассмотрен казахстан то есть компания разделилась на казахстанскую полиметалл или на российскую то есть теперь я после введения дополнительных санкций сша относительной компании полиметалл задумался над полной продажи российских активов а большинство топ-менеджмента покинула свои посты это происходило с компанией в течение 2023 года но что же будет в перспективе то есть санкции все равно никуда не делись санкции все равно накладывают также на компанию особенно это касается именно экспорта да также предстоящая которая ряда миллиард ряда мицелляция была уже произведена то есть казахстане компания зарегистрировалась то что у компании туманное будущее это тоже стоит отметить потому что все это будет так или иначе давить на компанию как будет на самом деле происходить дальше развитие события здесь предугадать немного сложновато ведь при самом неблагоприятном исходе то есть корпорации придется продать все свои активы в рф то есть россии существовать только на казахстанских месторождениях а это на минуточку всего одна четверть всех мощностей однако же при разделении корпорации на две части то есть акционерам достанутся акции обеих компаний то есть и за счет того что рубль может еще немного ослабевать хотя сейчас мы видим что у рубль укрепляется это может показать неплохие результаты по итогу 2023 года ну а это как следствие и рост в цене акций если посмотреть на отчетность компании за первое полгодие 2023 года то здесь в принципе отчет довольно таки неплохой то есть видим хороший прирост относительно прошлого года но также стоит понимать что например чистый долг и и беда здесь составляет 225 это не есть прям хорошо конечно но и не критично то есть пока с долгом компании не сильно критично но и не сильно сказать так хорошо да поэтому здесь стоит отталкиваться именно от чистых показателей здесь если посмотреть на цена прибыль то есть показатель и да то здесь всего 4 составляет по этому показателю компания тоже является довольно таки дешевый если смотреть по отрасли то здесь показатель более 15 составляет то говорит о том что компания да немного недооцененная даже при текущей цене ну и также по остальным показателям принципе компания довольно таки неплохо выглядит на первый взгляд теперь что касается именно вот этого резкого падения акции а потом резкого откока то здесь после того как вышла новость о том что поле металл намеревается провести новый обмен акций то есть которые заблокированы в результате санкции против нрд то здесь они решили что нужно сменить юрисдикцию так сказать и который будут новые выпущенные акции на нашей бирже а x то есть они как бы хотят сделать обмен дают что чтобы инвесторы получили эти акции а также могли восстановить свои акционерные права включая возможность получать дивиденды но здесь тоже был небольшой такой подводный камень который и напугал инвесторов и хоть ранее они уже выкупили то есть сделали обмен восьми процентов от общего объема заблокирована то есть 22 процента было осталось еще 14 процентов то есть какая-то неопределенность пока висит и вот после вот этой новости которая вышла до что они решили сделать новый обмен акций а теперь учитывая что компания уже сменила регистрацию то участников рынка появились опасения что в итоге компания делистингует остатки акций на мосбирже что в целом является плохой новостью именно поэтому акции компании падали да вот так вот сильно то есть с более чем 500 рублей до 395 рублей хотя компания своем пресс-релизе ясно говорит что делистинг акции не рассматривает инвесторов это не сильно успокоило потому что каждый хочет подстраховаться потому что ну как бы официально могут гореть одно на самом деле сделать совсем по-другому вообще в целом если обмен будет пройден гладко без каких-либо избыточных там преград то здесь нет ничего страшного то есть что часть акций будет торговаться у нас казахстане а часть останется на мост бирже то есть инвесторы которые не захватят там меня переезжать до на казахстанскую биржу они могут также продолжать торговать этими акциями на мост бирже поэтому если в вашем портфеле уже есть этот актив неважно в россии вы живете ли в казахстане здесь сейчас видим их причин для того чтобы резко продать эти акции своего портфеля пока нету поэтому добавлять новые акции тоже по моему мнению пока не логично потому что как я и грил еще остается неопределенность на рынке относительно этих бумаг здесь стоит как бы сейчас именно понять когда будет точно ясно понятно то будет дальше происходить и тогда уже принимать какое-то решение разумеется это не инвестиционной рекомендации здесь решение вы принимаете только сами ну и подведем некий ток то есть детально прям досконально я эту компанию не изучал пока нам не не интересно для добавления свой портфель ее тоже не рассматривал то есть взял только поверхностные данные то есть я решил только поделиться своим мнением то я думаю по этой компании то есть какие риски сейчас она несет в данный момент и если вы напряг держите с акции полиметалла своем портфеле на небольшую сумму то здесь а то есть принимать решение продавать их или удерживать тут решать только вам разумеется но при благоприятных последствиях если все пройдет гладко то есть компания сможет также сделать обмен своих акций то уже по прогнозам аналитиков компания может вырасти особенно если вы торгуете на мост бирже этими бумагами до 680 рублей за акцию то есть есть такие так сказать небольшой потенциал роста в данный момент но важно помнить о туманных перспективов то есть и не покупать компанию на большой процент от портфеля вообще все российские сейчас компании которые торгуются на мост бирже то есть несут высокие риски и 10 тоже стоит это учитывать поэтому как бы здесь принимать решение будете только вы сами если видео было вам интересным и полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий